Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Winning Forex Trading System. Данная стратегия для бинарных опционов является одновременно трендовой и сигнальной. Сигналы по ней подкрепляются уровнями поддержки и сопротивления. Также в ней есть панель силы и направления тренда, панель силы валют и гистограмма по типу индикатора MACD. Эта стратегия для бинарных опционов состоит из 10 индикаторов, которые подразделяются на информационные, вспомогательные, трендовые и сигнальные. Мы опишем только те индикаторы, которые принимают непосредственное участие в торговле бинарными опционами и дают сигналы, а также определяют тренд. Кроме самих правил и обзора данной стратегии, в конце попробуем совершить несколько сделок по ней. Теперь давайте перейдем к обзору индикаторов данной стратегии. К информационным индикаторам относится панель, которая указывает направление тренда и его силу, а также силу валют. Синяя стрелочка вверх указывает само направление, а шкала рядом отображает силу тренда. Чем больше шкала, тем сильнее тренд. Рядом со шкалой находится число, показывающее силу более понятным образом. Для примера, валютная пара канадский доллар и японская иена показывает сильный восходящий тренд и имеет числовое значение 89,4. А валютная пара евро доллар наоборот показывает сильный нисходящий тренд и имеет значение минус 99,8. Внизу данной таблицы есть панель с валютами, которая показывает силу валют. Чем выше столбик, тем сильнее валюта. Если говорить проще, то сильные валюты растут, а слабые падают. И если взглянуть на данную валюту, то можно убедиться, что она в падении, и появляются только сигналы на продажу. К сигнальным индикаторам относятся не только стрелочки, а и гистограмма из подвала, так как работают они в связке. Когда гистограмма зеленого цвета, появляются только стрелочки на покупку опционов call. Во время красного цвета можно видеть только сигналы для опционов put. Также удобным является надпись в левом углу гистограммы, указывающая, какие сигналы на данный момент имеют больший приоритет. При желании можно поменять настройки сигнального индикатора. Называется он 2020 индикатор 07. Но поменять в индикаторе можно только амплитуду и алерты. А вот настройки гистограммы, к сожалению, поменять нельзя, так как все, что тут можно изменить, это только цвета. Настройки других индикаторов менять смысла нет, так как они являются информационными или трендовыми. К трендовым индикаторам в данной стратегии относятся скользящие средние. Стоит отметить, что установлено их тут большое количество, но это лишнее и можно обойтись двумя-тремя скользящими, которые точно таким же образом укажут направление тренда. В качестве уровней тут используются уровни pivot, которые строятся автоматически для каждого нового дня. Из дополнительных индикаторов в данной стратегии есть индикатор торговых сессий и также удобная панель, которая позволяет переключаться между активами. Кроме этого, на ней можно переключаться между таймфреймами. Переходя к правилам по данной стратегии, важно упомянуть, что это трендовая стратегия, а значит нужно понимать, как работает тренд. Если вы не знаете, что такое тренд и как по нему работать, то узнать это можно из статьи на нашем сайте, ссылка на которую будет под видео. Также можно посмотреть наше видео про тренд, ссылка на которое должна появиться в правом верхнем углу. Возвращаясь к условиям для входа в сделку, есть общее правило для опционов call и put. Первым делом мы обращаем внимание на тренд и его силу, в чем нам помогает панель слева. Выбирать для торговли стоят только те валютные пары, которые не находятся во флете. Самым лучшим вариантом будут активы с самым сильным трендом вверх или вниз. Теперь поговорим о правилах для каждого из опционов. Разделяются они на консервативные и агрессивные. И для начала поговорим о правилах для консервативной торговли. Для покупки опциона call необходимо, чтобы цена была выше скользящих средних, также гистограмма должна быть зеленого цвета, должна появиться зеленая стрелочка и, есть необязательное правило, цена должна находиться на уровне. То есть, если цена будет находиться на уровне, то это будет дополнительным подтверждением для входа в сделку. Торговлю стоит вести только на пятиминутном графике, а экспирация должна равняться 30 минут или 6 свечей. Правила для агрессивной торговли являются точно такими же, но вместо экспирации в полчаса используется экспирация в одну минуту и таймфрейм соответственно 1 минута. И давайте попробуем совершить скальперскую сделку, используя агрессивные правила торговли. В данном случае сигнал для покупки опциона call появился у нас на валютной паре американский доллар, швейцарский франк, после чего был куплен опцион с экспирацией в одну минуту. Теперь давайте рассмотрим консервативные и агрессивные правила для опционов PUT. Для покупки опционов PUT необходимо, чтобы цена была ниже скользящих средних, гистограмма должна быть красного цвета, должна появиться красная стрелочка и точно так же необязательным правилом является нахождение цены на уровне. Торговлю стоит вести только на пятиминутном графике, а экспирация должна равняться 30 минут или 6 свечей. Правила для агрессивной торговли являются точно такими же, но вместо экспирации в полчаса используется экспирация в одну минуту и таймфрейм соответственно 1 минута. И давайте попробуем совершить скальперскую сделку, используя агрессивные правила торговли. В этом случае сигнал для покупки опциона PUT появился у нас на валютной паре евро-американский доллар, после чего был куплен опцион с экспирацией в одну минуту. В дополнение к правилам хочется сказать о том, что в этой стратегии можно использовать и другие более эффективные уровни, благодаря которым можно подтверждать сигналы для входа в сделку. Ссылку на подборку индикаторов уровней поддержки и сопротивления для бинарных опционов можно будет найти под данным видео. В заключении хочется сказать о том, что если вы планируете использовать данную стратегию в своей торговле, то обязательно протестируйте ее на демо-счету. И также не забудьте подробно изучить правила торговли по этой торговой системе, так как далеко не все сделки могут приносить прибыль, и поэтому важно все перепроверить перед началом торговли на реальном счету. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив уведомления для всех видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!